Что мы подразумеваем под культурой и при каком условии действительно она может быть названа православной, что является, если хотите, основными её составляющими, что ли, фундаментальными камнями, на которых она строится. Первый этап – что же такое культура, о чём мы так много говорим? Какая она принципиально может быть? Вот мне представляется так, что в конечном счёте всё то, что мы делаем, всё то, что мы говорим, всё то, о чём мы рассуждаем, всё то, что мы творим, является ничем иным, как осуществлением, воплощением этих, хотите, нашего человеческого духа. Недаром же говорится «по плодам узнаете их». Помните, это в одной старой, при старой книге такие слова написаны были? Эта книга называется «Евангелие». Дерево узнаётся по плодам. Вот всё, что мы делаем, оказывается, есть проявление нашего духа. Какие приоритеты устраиваются, какая иерархия ценностей. Первичен дух, всё прочее, всё. Это, оказывается, является только выявлением, воплощением, осуществлением, проявлением того, что внутри нас находится. Это очень важное положение. Но важно и другое положение, что всё то, что воплотилось уже, то есть является уже реальностью. Берём у него музыку, картины, философские идеи, политические концепции. Так? Всё это, оказывается, обладает тоже свойством, замечательным, нужно сказать, свойством резонанса. Оказывается, в свою очередь эти плоды нашего духа воздействуют как на самого Творца этого духа, и тогда создаётся эффект резонанса. Ну, чем он характеризуется? Вы, наверное, может быть, помните, как открыли его, так сказать, ну, открыли, или, по крайней мере, обратили серьёзное внимание, когда рота солдат по одному мосту там прошла, встроим. И провалился мост. Поэтому перед тем, как ходить на мост, команда подаётся вольно. Сильнейшие колебания начинаются в такой степени, которые могут разрушить то, то, что связано вот с этим явлением. Так вот, каждое творение, оно воздействует, воздействует и на самого Творца, в свою очередь, обратно, вызывая вот тот эффект, который мы называем эффектом резонанса. Эти эффекты могут носить различный характер в зависимости от того, что сотворил человек, чем, в каком виде, в каком плане, в каком аспекте проявилось его творчество. «Почему различный?» Потому что, оказывается, само состояние духа может быть или верным, или ложным. Вот тут мы подошли к сложнейшему вопросу. Творчество, оказывается, может носить положительный характер, может, отрицательный, и тогда он становится разрушительным. Положительный созидает, отрицательный разрушает. Что это такое? Вот, вы знаете, постоянно мы оказываемся перед вопросом, что такое хорошо и что такое плохо. И без разрешения этого вопроса говорить такие фразы, как, например, творчество, как это высоко, или как Бердяев писал, само творчество, само искусство, оно производит то же самое и так же освящает человека, как освящает его и подвижнические труды и так далее. Это его идея, кстати, о том, что творчество само по себе освящает человека и приводит его к тому же, ну, уровню, что ли, святости. Это повторяют потом и уже другие. На самом деле, мы оказываемся перед очень серьёзным вопросом, какое творчество созидает и какое, напротив, разрушает, и что это вообще значит. Вот здесь, если хотите, мы и обращаемся к той теме, которая связана уже, уже связана, сразу возникает она, когда вдруг мы говорим о православной культуре. Православной, то есть правильной, то есть правильной культуре. Какая же это правильная культура, которая созидает и самого человека, поскольку плоды его деятельности будут иметь созидающий характер, и весь тот окружающий мир, который воспринимает это творчество. Каковы эти основы? Вы знаете, если мы действительно примем положение, которое, кстати, прямо противоречит марксистско-ленинскому учению, что именно Дух первичен, а не материя, то тогда мы должны как раз и подумать о том, что подразумевается в данном случае под этой первичностью Духа, и что он в себе несёт, этот Дух, который мы можем назвать правильным Духом. мы постоянно оказываемся перед тем, вот сейчас мы ехали в машине и даже говорили об этом, постоянно оказываемся мы, то есть лучше скажем, ну, человек оказывается, перед очень интересной своего рода дилеммой. Дилемма, которой, слава богу, если она осознаётся, но большей частью она как-то скрывается даже от самого человека, который оказывается перед этим явлением. она заключается в следующем. Есть та область деятельности человеческой личности, человеческой свободы, человеческого «я», которая направлена на созидание самого себя. это одна сторона. Что она подразумевает? Сейчас поговорим. Другая? Напротив. Всё своё внимание обращает на внешнюю деятельность, которая обращена из человека во вне, и вся его активность именно тогда проявляется в этом творчестве, будем говорить, в деятельности, в области объективной реальности. вот две стороны. Если касаться религиозной жизни, то могу сразу сказать, православие как таковое обращает со всей силой, то есть полностью, обращает внимание человека внутрь себя. язычество, которого сколько угодно мы найдём, кстати, хочу сразу сказать, сколько угодно найдём в реальной православной жизни, вы слышите? Так? Но язычество, если по существу мы говорим о нём, оно выводит человека из себя и обращает всю его деятельность и активность на внешнюю сторону. Этих внешних сторон очень много. в чём тут дело? В чём здесь, если хотите, ценность и опасность? Вот в чём. сном, несчёт если gonna и или лев или до oder ту